Здравствуйте, коллеги. Ритейлтех продолжает свою работу. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте, представьтесь. Какую компанию представляете? Меня зовут Ольга Савушкина. Я представляю школу категорийного менеджмента Катманду. Расскажите, пожалуйста, что вы делаете на выставке. Что вас заинтересовала, наша деловая часть или участники выставки со своими стендами? Я оба дня участвую в выставке. Мне очень нравится именно состав участников, количество представителей и регионов, и различных компаний, и технологические компании. И спикеры тоже очень впечатлили своими решениями и совместными кейсами, которые они презентуют. Интерес мой к выставке именно в том, чтобы понять, какие есть современные инновационные технологии, связанные с автоматизацией, категорийной аналитики, ценообразованием, программ лояльности. Все, что связано с улучшением покупательского опыта. У нас очень плотный график спикеров, и многие наши, кто на интервью приходили, гости, говорили, что им порой сложно выбрать, какую конкретно сессию посетить. Вы для себя сделали какой-то выбор. И какие уже успели посетить? Абсолютно. Согласна, что очень трудно выбрать, потому что бегать между залами – это всегда такой большой челлендж. Но что я сделала? Я заранее ознакомилась с программой, выписала и отметила, в общем, те сессии, которые хотела бы посетить. И, безусловно, я тоже бегала между залами с первого по второй этаж для того, чтобы максимально охватить решение. Но у меня еще фокус присутствия здесь – это в том числе и удовлетворить запросы моих клиентов, которые сейчас, в настоящий момент, стоят перед ситуацией, когда нужно выбирать какие-то решения, в том числе и технологические. И здесь, собственно, как раз на этой выставке я многие ответы на вопросы получила, изучила практически все решения и кейсы, которые были презентованы. И вот в ближайшее время мы будем думать о том, как в процессах автоматизации, в том числе и ценообразования, можно будет реализовать все это. Потому что тема ценообразования, она очень актуальна на сегодняшний момент. Но, чтобы двигаться вперед и что-то автоматизировать, нужны некие базовые вещи, которые нужно формализовать. И, собственно, в школе категорийного менеджмента буквально на следующей неделе у нас как раз будет тренинг по ценообразованию, который называется «Ценовая политика в категорийном менеджменте». Я приглашаю всех участников прийти на этот тренинг для того, чтобы иметь не только в голове понимание, как управлять ценообразованием, но в том числе и некие формализованные документы. Для того, чтобы использовать ключевые метрики в ценообразовании, такие как прайс-индексы, ценовая эластичность. Все то, что как раз и подвергается автоматизации. И расскажите, пожалуйста, насколько выставка важна, насколько важно оффлайн общение или в принципе в образовательном сегменте повышение квалификации мы ушли далеко в онлайн и в принципе возвращаться не собираемся. Я как раз думаю, что мы должны возвращаться в оффлайн формат, потому что мы тоже в школе Катман запустили в процессе последних двух лет пандемии именно онлайн курсы, что скорее всего сохранится, потому что есть спрос для регионалов, в том числе участие в онлайн формате. Это очень удобно, гибко, быстро, доступно как минимум. Но оффлайн тренинги, я думаю, дают очень хорошую возможность, так же как встречи оффлайн на конференциях, это очень быстро обсудить какие-то вопросы, решить их. То есть мне кажется, что оффлайн встречи это то, что позволяет в соответствии с сегодняшними трендами очень быстро двигаться вперед, поэтому, конечно, они нужны. Ну и практические курсы, связанные с оффлайн мероприятиями, дают возможность также решать какие-то задачи, в том числе и в Excel и так далее. Это то, что мы в процессе оффлайн обучения тоже практикуем, что очень востребовано как ритейлерами, так и производителями. Спасибо большое и надеюсь, что выставка будет ежегодной. В следующем году мы снова повстречаемся, снова возьмем интервью и будет очень много интересных спикеров, которые тоже дадут понятие, новый взгляд дадут на новые проблемы. Спасибо большое. Да, я согласна, что нам нужна именно технологичная выставка в ритейлер. Это то, что не было раньше, и я верю в это будущее, связанное с новой реальностью, это технология. Спасибо. Спасибо.